Здрасте, миссис Ходсон. Всю еду и напитки складываем сюда. О, а у меня ничего нет? Ладно, вы меня подловили. Здрасте, миссис Ходсон. Я пойду на место. Не так быстро, Дженнифер. Давай сюда свои вкусняшки. Ладно, вот мой кит-кат. Они каждый день тащат еду на уроки. Ага, она клюнула на муляж шоколадки. А настоящие вкусняшки здесь. Как же будет вкусно. Что? Кто-то ест шоколад. Я чувствую запах. Дженнифер, я знала. О, нет-нет-нет-нет, она увидела меня в бинокль. Притворюсь, что ничего не было. О, она считает себя самой умной. Дженнифер, ответишь на вопрос, написанный на доске? Конечно, миссис Ходсон. Похоже, я отвлекла ее своим вопросом. Вот он, мой шанс. А вот и шоколад. У нее на стуле. Я просто его слегка подогрею. Посмотрим, любит ли Дженнифер растопленный шоколад. Это научит ее не брать еду на мои уроки. Готова, миссис Ходсон? Оу, молодец. Возвращайся на свое место. Это происходит? Да! Она сейчас сядет на шоколад. Вот так. Что? На что я только что села? О нет, о нет, о нет. Случилось что-то ужасное. Да, сработало. Черт возьми. Мои штаны. Они все в шоколаде. Миссис Ходсон. Да, Дженнифер. Сходи в туалет, приведи себя в порядок. Она больше не совершит эту ошибку. Что может быть лучше, чем проводить день за приготовлением печенья? Ох, прекрасный запах. Чуть позже будет отличное угощение. Ох, только взгляните на мой фартук. Привет, дорогая. Рада, что ты дома. И он мне сказал, что ему надо постричься. Так смешно. Ох, я знаю. Я тоже не поверила. Стоп, серьезно? Это же здорово. Нет, я такого не слышала. И она сказала, что ей купят машину. О нет, я залила бабушкино печенье. Ох, что же мне делать? О, ужас. Они промокли. Их уже не спасти. Стоп, домашние печеньки из магазина. Да, они помогут мне решить проблему. Это точно сработает. Они почти одинаковые. Бабуля ничего не заметит. Теперь поменяем их местами. А эти выкинем. Чистый поднос для новых печенек. Они так чудесно пахнут. Наверняка и на вкус классные. Надо разложить их на подносе. Готово. Все 12 на месте. Ох, так, бабушка идет. Вот, дорогая. Стоп. Что-то не так. Эти печеньки... Они уже не такие, как раньше. Проверим окружность и посыпку. Кажется, я уже видела такое печенье. И даже знаю где. В магазине. Это магазины и печеньки. Я знала. Это не мои. Я не знаю, где мое печенье, но за это преступление я отомщу. Все верно. Наказание в бабушкином стиле. Этот фальшивый паук и нить отлично сработают. Итак, перевернем печеньку. Понадобится немного скотча и нитки. Спрячем паука под печенькой. Она ничего не заподозрит. О, Эва! Здравствуй, дорогая. Хочешь печеньку? Только что испекла. Только взгляни на свое лицо. Попалась! Как она поняла, что я подменила печеньки? Ого! Это же награды, которые получают актеры на Оскаре. Но какую предпочтете вы? Настоящего Оскара или шоколадного? О, да, круто! Что думаешь про свою награду, Вики? О, нет, это на шоколад совсем не похоже. Ничего, мне хватит и признания моих выдающихся актерских способностей. В первую очередь я хочу поблагодарить моих коллег по 123GO, родителей, и, конечно, моего друга Кевина. Спасибо вам огромное! Вики! Вики! Ау! Да ладно, дай ты девушке пофантазировать, ничего страшного. Ой, ну и ладно. Откуда ты знаешь, вдруг я действительно однажды его получу? Мечтать же не вредно. Итак, ребята, вы готовы? Похоже, у нас тут деньги. Даже лучше, шоколадные деньги. Ммм, выглядит очень вкусно. Но без долгих предисловий предлагаю попробовать их на вкус. Да, отлично. Кевин же, в свою очередь, тоже готов забрать свой приз. Что? Это настоящие деньги? Поверить не могу в свою удачу. Это же куда лучше любого шоколада. Что ж, когда в руки попадает совсем немного лишних денег, несложно почувствовать себя рок-звездой. Эй, куда делись мои деньги? Фух, у меня есть еще все в порядке. Ой, куда они все пропали? Так нечестно. Но у меня же остались деньги, которые были в кармане, правда? Нет. Ой, чувствую, сейчас будет что-то хорошее. Пожалуйста, пусть у меня будет шоколад. Ого, это что, шоколадный микрофон? Погодите, и еще один шоколадный микрофон? Я запуталась. Должна, признать, отличить настоящее от шоколадного довольно трудно. Убери свой урод от моего микрофона. А вот я-то как раз могу его и понадкусывать. Да, это точно шоколад. Вкусно? Интересно, а что умеет мой? Ого, у нас тут рабочий микрофон. Ты думаешь о том же, о чем я? Время выступать. Нет ничего лучше, чем вкусный шоколад, чтобы душа запела, правда? Ребят, я понимаю, вам весело, но не пора ли нам вернуться к испытаниям? Ребята! Начитался комиксов, конфет захотелось. Хю! Они должны быть где-то здесь. Осталась только обертка? Но я могу поклясться, что они были здесь. Странно. Эй, Дэвид! Обернись! Ага! Я так и знал! Ты снова съел мои конфеты! Я оставил тебе одну. Когда ты голоден, ты голоден. Посмотрите на эти помидоры. По размеру они как конфеты. Я знаю, как отплатить, Дэвиду. Сначала растопите шоколад. Это займет несколько минут. После этого обмагните помидоры в шоколад. И затем в измельченные орехи. Разве они не похожи на вишню в шоколаде? На вкус вряд ли. О, Брайан снова сделал десерт. А-а-а! Можно мне хотя бы одну? Хм, ладно, бери. О, вот это самая большая. Хм, ты ведь не любишь помидоры. Меня сейчас тошнит. Ты же просил с тобой поделиться, да? Шайф-повар Брайан пост принял. Ты готовишь ужин? Даже не думай. Нужно один кусочек. Нет. Ну, немного картошки фри, чтобы продержаться до ужина. Что это? Эй! Нет, значит нет. Ты испортишь себе аппетит. Ах, пахнет удивительно. Ммм, похоже, Дэвиду все-таки удалось стащить печенье. Не дай бог Брайан тебя увидит. Эй, их было восемь. А на этих даже есть следы зубов. Кто мог так поступить с моим десертом? На ум приходит только один человек. И его имя начинается с Д. У меня тут много муки. И грязи от нее прилично. Дайте-ка мне этот фастфуд. Для этого розыгрыша прорежьте дно бумажного пакета. А потом засыпьте внутрь стакан муки. А потом еще один. И еще. И хорошенько закройте пакет. Дэвид! Мне так неудобно перед тобой. Почему бы тебе не съесть это? Я настаиваю. Брайан, спасибо. Вау! Кто-нибудь заказывал килограмм муки? Здесь же нет картошки. Это ты сделал? Смешно. Наверное. Дэвид Дэвид Субтитры подогнал «Симон»